Всего два года в профессии, а Алена Морозова уже борется за звание воспитатель года. Среди претендентов она самый молодой специалист в плане опыта. Работает в Новоалтайске по инновационной методике профориентации детей дошкольного возраста. Смотрите, в зоопарках клеют наклейку на клетку животного с тем изображением, на котором правила тишины. Инновационную методику здесь называют педагогической находкой. Ее участники презентуют в каждом испытании. Например, одной из них – работа с детьми. Алена решила рассказать о работниках зоопарка. Мало кто знает, что среди них есть грумеры и орнитологи. Но тему этого занятия девушка вытянула на жеребьевке. Достался урок тишины. Они учатся слушать, слышать не только себя, но и то, что находится вокруг них. Когда мы закрывали уши, ребенок услышит свое дыхание, он услышит беяние своего сердца, он слышит себя. Потом уже в конце мы привели именно к нашему зоопарку то, что дети услышали звуки животных. Из 35 заявок в очный этап прошли всего 15. Среди них, конечно, Барнаул, а еще Мамонтовские и Родинские районы. Впервые Усть-Пристанский. Каждый воспитатель презентовал свою педагогическую находку. В списке этого сезона – волонтерство, сказкотерапия и, например, нетрадиционные техники рисования. Мы представляем элиту дошкольного образования. Мы предоставляем инновационные техники дошкольного образования. Мы показываем профессионализм. Коллеги, которые участвуют в очном этапе, они увозят багаж знаний. И главное, конечно, что мы выбираем лучшего из лучших, которые будет представлять дошкольное сообщество на России. Педагогическая находка Яны Огневой – английский язык. Воспитателю из Заринска достался урок «Наш дом природа». Медведь. Вика, помогите. Вэээ. Имя победителя узнаем уже через три дня. Но уже понятно, Яна и Алена – одни из главных претендентов на звание «Воспитатель года». Правда, планка высока. В прошлом году победительница Наталья Шевченко из Бийска стала лауреатом всероссийского этапа. Анастасия Набурщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Будете кого-то.